Всем привет! Я не в шапке. Это повязка на волосы, потому что мои волосы в ужасном состоянии. Все очень плохо. Просто, вот по жизни, быть в короне, но и не чувствовать себя королевой. Мои волосы сейчас очень сухие, потому что зима, потому что не хватает влажности, потому что я сижу дома, потому что я заболела. Очень много причин, почему? Потому у меня есть небольшой лайфхак. Сейчас я вам его покажу. Просто запомните, пожалуйста, вот эти вот волосы, вот такие вот, возьмите и запомните. Вот этот вот прекрасный внешний вид. Вот все, вы запомнили? Сейчас к вам вернусь. Подождите. Запомните вот это и не забывайте про это. И сейчас я покажу вам, что будет с моими волосами после применения этих средств. Потому что, когда я их для себя открыла, я поняла, что это единственное, что сейчас способно мне помочь. Беру мой шампунь ДАФ. Интенсивное восстановление. Смотрите, какая у него крутая перламутровая блестящая текстура. На самом деле, я налила слишком много. Хотела показать вам нагляднее шампунь, но вы столько не используете. Мне очень нравится его запах и то, что пены получается много и волосы приятно трогать. Второй шаг – это использование кондиционера для волос. ДАФ. Интенсивное восстановление. Смотрите, как он выглядит. Я наношу кондиционер от середины волос и равномерно распределяю по ним. Особенный акцент всегда делаю на кончике. Жду всего-навсего одну минуту и пока наслаждаюсь ароматом кондиционера. Смываю через минутку и иду сушить волосы. Мне кажется, уже даже так видно, какие волосы становятся мягкие, гладкие. И что самое прикольное, как они начинают блестеть. А когда они высохнут полностью, то вообще как у селебрити будут с красной ковровой дорожки волосы. Ой, такие красивые и гладкие и блестящие. Что сказать, вот так вот круто теперь выглядят мои волосы. И теперь остается только дело за малым. Сделать быстренько макияж. Два высоких хвоста. Знаете, кем я себя чувствую? Я себя чувствую не до Harley Quinn, потому что в моей версии Harley Quinn у нее только розовые концы волос. Эта песня мне очень нравится. ТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТ выглядит все достаточно доступно. Разделяем волосы. А сейчас это просто уже не Харликовин, сейчас это Миса, понимаете? У нас сегодня день не до косплея. Лайк, если Эль. Теперь остается завязать две косички. Даже фоточку запилить захотелось. Ну, вроде как, даже у меня получается. Подождите, подождите. Неужели у меня получится? Неужели у меня получится? Получилось! Получилось! Это так мило выглядит и так глупо выглядит одновременно. Оно выглядит очень странно и очень очень странно. Ну, прям для лайка в Инстаграме. Ладно, пока что хватит лайфхак. Сейчас я покажу вам прическу, которую просто любая сможет повторить. Ну, вот даже я смогу ее повторить. Даже не подглядывая смогу повторить. Делаем косичку, просто заплетаем, да, маленькую тоненькую косичку делаем. Нет, вы смеетесь? Это очень модно! Нет, серьезно, это очень модно и трендово, вот поверьте мне. Делайте себе такую прическу и выкладывайте, и будет очень модно вам. Много лайков будет, отвечаю. Собираем волосы наверх, часть, причем даже особо сильно не паримся, идеально не надо делать. Вот, прядь. Чем больше будет прядь, тем больше будет локон. Меньше локон, меньше будет прядь по размеру. И накручиваем сначала в одном направлении, например, от себя. Олеоп, вот наша прядь. Вот сейчас я на себя кручу. И все ровно то же самое, только теперь в другом направлении, чтобы они у нас чередовались. Берем прядь волос, начиная от начала волоса, и по направлению только назад все волосы крутим. В принципе, можно уже так жить, но так жить не надо, можно жить получше. Сейчас все покажу. Волосы вот так вот и чешем. Осторожно, медленно, плавно, очень и очень ответственно, так, как будто вы расчесываете своего ребенка. Теперь то же самое здесь. Здесь. Нежно, плавно. Если хотим объема, делаем начес. Не хотим объема, начес не делаем. Если хотим объема от середины волос, начес делаем здесь. Прям вот туда. И получается, что в таком духе. Можно сделать тоже такое прическое не в стиле. Я мега гламурно пафосно кица, но я мега гламурно, мега супер пафосно. Girl, кица, girl. Отделяем вот такое вот количество прядей, плетем косичку. Будем делать французскую косу сейчас. Эту прическу нужно делать именно на залитые волосы, потому что на простые у вас не будет достаточного объема. Хорошенько подтягиваем заколочку к уху, чтобы вот так вот получилось. Так, все это растягиваю. Но чтобы эта прическа выглядела еще круче, еще более современно, можно взять вот такие вот маленькие заколочки, в рандомных местах их добавить. Напишите в комментарии, какая вам прическа понравилась больше всего, кстати, из этого видео и какое бы вы хотели себе повторить. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, отмечайте меня на прическах, которые вы будете делать, если вы будете повторять что-то из того, что я вам покажу, и я буду вас лайкать. Следующий лайфхак, который я буду проверять, я нашла у этой блогерши. Давайте вместе посмотрим это видео. Она такая красивая, эта блогерша, я просто не могу, я не знаю, кто это, я нашла ее случайно, и она очень красивая. Почему она такая красивая, как она? Это прям такой хвост орианочки Гранде. Люблю орианочку Гранде. Вставляем одну длинную прядь. Нафига вонючий прыщ на моем лице. Захватываем волосы. Так, чтобы что-то еще вот тут осталось. Волосы должны остаться, не все хвост завязываем. О, а теперь Ирина из Наруто я вижу. Мне очень понравилось сегодня проверять лайфхаки для волос, и если вам понравилась эта рубрика, обязательно ставьте лайк. Ну, а если вам не понравилось, то ставьте дизлайк, но напишите, почему вам не понравилось, потому что я работаю над улучшением моего контента, и мне очень-очень-очень-очень-очень важно знать, что вам нравится, что не нравится, и почему. Так что, если дизлайк, то напиши «Ашоба дизлайк». Я вас люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok